Теперь мы попробуем посчитать, применить знания о работе с O-выражениями в боевой обстановке. Поработаем с формулой стирлинга. Мы ее уже ввели вот в таком виде, то есть N факториал эквивалентна в бесконечности вот такому выражению, но это довольно грубый вариант, его хватает для прикидок, но иногда хотелось бы более точной формулы для замены N факториала в каких-то сложных вычислениях. Более точные формулы есть, из доказательства можно почерпнуть, например, вот такой вариант, что это является вот этим выражением, а ошибка, она линейна. То есть хвост, он получается такой же, но в N раз меньше. Более точный вариант говорит, что здесь 1 плюс A делить на N плюс какая-то обратно квадратичная величина от N, или такая же обратно кубическая. То есть в общем случае можно доказать, что здесь некий ряд по отрицательным степеням N. Ну и давайте мы попробуем применить наше полученное знание про O, уточнив формулу стирлинга, а именно вычислив вот эту вот константу A. Соответственно, получив гораздо более точную формулу, чем у нас есть на настоящий момент. Итак, вот это наша задача. Теперь как мы ее будем решать? Мы воспользуемся методом шевелений или малых возмущений формулы. Заодно изучим такой интересный комбинаторный метод. Что такое шевеление или малое возмущение? Вот у нас есть формула. Мы ее знаем, но не знаем константа A и B. Но эта формула верна для всех N, значит она верна для N минус 1. Мы запишем N факториал как произведение N на N минус 1 факториал, а N минус 1 факториал запишем по вот этой же самой формуле, подставив вместо N N минус 1. Получим вот такую штуку. Теперь, что мы хотим? Мы хотим, использовав всякие промежуточные вычисления, перевести вот эту вот формулу в вид похожий на вот это, то есть получить все такие дроби, такие выражения. То есть получить тем самым, потом умножить на N и получить два разных выражения для N факториал. Но поскольку выражение должно быть одно и то же, мы приравняем какие-нибудь коэффициенты, возможно что-нибудь найдем. В реальности окажется, что мы найдем A, но не сможем найти B, используя такой метод для данного варианта формулы. Как это работает? Первый шаг. Что такое N минус 1 делить на N? Это 1 минус 1 N, то есть 1 минус N в минус 1. Значит, N на N минус 1, это обратный к этому элемент во множестве действительных чисел, то есть 1 минус N минус 1 в минус 1 степени. А вот это число очень интересное. Чем оно интересно? Если вспомнить сумму геометрической прогрессии, то это прямо сумма геометрической прогрессии с первым членом единицы и знаменателем 1N. Значит, эту штуку можно переписать вот в такой ряд, как бесконечную геометрическую прогрессию. И несколько раз мы этим воспользуемся. Давайте начнем пользоваться. Что такое A поделить на N минус 1? Я вообще хотел бы иметь A N. Такое A поделить на N минус 1. Ну, как обычно в матанализе в таких случаях, поделим на N, домножим на N, посмотрим на эту штуку. Ее можно заменить на вот этот ряд, на эту геометрическую прогрессию. То есть это единица плюс 1N, плюс 1N квадратная и так далее. Умножим, получим A N плюс A N квадратных плюс O от N минус 3. Все, что дает N в минус 3, я буду загонять под O. Хорошо, точно так же. B делить на N минус 1 квадрат. Это B делить на N квадрат умножить на N квадрат делить на N минус 1 квадрат. То есть на квадрат вот этой величины, значит, на квадрат вот этого ряда. Но если этот ряд помножить сам на себя, мы получим 1 плюс 2 раза по 1N, и дальше что-то еще меньшее. То есть мы получим 1 плюс O от 1N. Значит, мы получим B делить на N квадрат умножить на 1 плюс O от 1N, то есть B делить на N квадрат плюс O от N минус 3. Ну и O от N минус 1 минус 3, по тем же самым формулам понятно, что это O от N минус 3. Итак, мы разобрались вот с этой скобкой. Теперь перейдем к корню. Значит, здесь мы хотим корень из 2ПН, значит, надо умножить на N, разделить на N, но под знаком корня. И получится корень из 2ПН умножить на N минус 1N в степени 1 вторая, потому что под корнем. То есть вот эта величина, N минус 1 делить на N в степени 1 вторая. Здесь для разнообразия не геометрическая прогрессия, а формула Тейлора. Обрежем формулу Тейлора по X кубе, как обычно. Возьмем формулу для 1 плюс что-то маленькое в какой-то степени. А на N это 1 плюс степень на X плюс альфа на альфа минус 1 пополам на X квадрат. У нас X это минус 1N, а альфа это 1 вторая. Тем самым вот это выражение преобразуется вот в такую формулу. Что мы имеем на данный момент? На данный момент мы имеем следующее. Мы преобразовали А, Б и вот это, получили вот так. А на N, еще есть А на N квадрат, то есть мы получили вот такую формулу. Дальше мы преобразовали вот это на корень из 2ПН, это у нас вот это. Теперь осталось посчитать вот эту величину. Тут надо чуть-чуть повозиться. Итак, вот это то, что мы имеем, переписанное. Теперь надо бы посчитать N-1 в степени N-1. Ну, это в N-1 ничего интересного, оно так и останется. Вот N-1 в степени N-1. Итак, это что такое? Это опять умножить на N разделить на N. То есть N в степени N-1 умножить на N-1N. Вот это самая единица минус 1N в степени N-1. Что такое в степени N-1? Это означает в степени N умножить на в степени минус 1. А вот эта величина в степени минус 1, это наша геометрическая прогрессия. То есть у меня осталось в степени N умножить на геометрическую прогрессию. Вот пока вот эту вот синенькую осталось преобразовать. Она какая-то непонятная. Давайте будем ее преобразовывать. Приведем в экспоненциальный вид. Е в степени N на логарифм от вот этой штуки. Применим ряд Тейлора к логарифму. Логарифм величины близкой к единице. Применим ряд Тейлора. Единица минус X. То есть это что такое? Это, собственно, минус X и, значит, там минус X квадрат пополам, минус X кубина 3 до четвертой степени. Почему до четвертой? Потому что здесь N, на который придется умножать. А нам надо, чтобы осталось до минус третьей степени. Значит, это Е в степени N умножить на вот эту штуку. Умножили на N. Получили минус единица, минус единица на 2N, минус единица на 3N квадрат и вот этот хвостик. Второй раз применили Тейлора. Теперь к Е. У нас есть здесь произведение степеней Е. Е в минус первой перенесли без изменений. Е в степени минус единица делить на 2N раскрыли по ряду Тейлора для Е. Вот это раскрытие. Е в степени минус единица делить на 3N в квадрате раскрыли по ряду Тейлора. Вот это раскрытие. Ну и хвост, понятно, это есть. Он тоже по ряду Тейлора, он совсем тривиально. Перемножили скобки. Тут все единица, остальное неинтересно. Единица осталась единицей. Линейный член по обратным степеням N получается только если вот это умножить на вот это. То есть минус единица на 2N. Квадратичный член получается, если это умножить на это, либо вот это умножить на это. То есть плюс 1 восьмая минус 1 третья, это минус 5 двадцать четвертых. Можете меня проверить. Итак, мы преобразовали вот это выражение. Значит, теперь предпоследний шаг в нашем выводе состоит в том, чтобы перемножить все скобки. Видо единица плюс что-то маленькое. Раз скобка. Два скобка. И здесь две. Вот это появилось раньше. И последняя скобка вот здесь. Вот она появилась. Четыре скобки надо перемножить. Казалось бы, это непростая задача, но давайте следить это в конце концов всего лишь арифметика. Итак, мы можем перемножить все единицы, получим единицу. Чтобы получить линейный член по обратным степеням n, надо взять из одной скобки линейный член из всех остальных единицы. Отсюда получается минус единица на 2, минус единица на 2, это в сумме минус единица. Здесь плюс единица, это 0. Значит, остается только а делить на n. Ну и квадратичное надо перечислить. Значит, как мы берем? Мы берем квадратичное из одной скобки единицы из всех остальных. a плюс b взяли сюда. Здесь минус 1 восьмая. Минус 5 двадцать четвертых. Это минус 3 двадцать четвертых. В сумме минус 8 двадцать четвертых, то есть минус 1 треть. Здесь плюс единица. Значит, 2 трети. Запомнили коэффициент 2 трети. И последний способ, которым можно получить квадратичный член, это перемножив 2 линейных. Ну, если вот этот член перемножать на все остальные линейные, то мы его перемножим на 0. Минус 1 вторая, минус 1 вторая плюс единица. Значит, он на все это перемножится, получится 0. Осталось перемножить только линейные члены. Здесь минус 1 вторая плюс 1 четвертая и еще минус 1 вторая. Это составляет минус 3 четвертых. Теперь вспоминаем, что у нас было плюс 2 третьих. А 2 третьих минус 3 четвертых это как раз минус 1 двенадцатая. В принципе, полезно все это упражнение произвести с бумажкой самому. Итак, мы получили результат перемножения всех вот этих скобок. Он вот такой. Все остальные члены в произведениях, они имеют порядок не меньше, чем n в минус 3. И, соответственно, их съедает О. Мы получили вот это. Итак, что мы получили? n факториал это n на n минус 1 факториал. Для n минус 1 факториал мы получили произведение всех скобок. Вот оно. Корень из 2πn. n в n минус 1 делить на e в n минус 1. И еще вот это вот единица на e. Вот оно. Значит, что мы получили? Мы умножаем на n. Это дает нам здесь n в n. Мы делим на e. Это дает снизу e в n. Значит, мы получили вот такую формулу. Итак, n факториал равно вот этому. И если сравнить с исходной формулой, то отличие мы увидим только вот в этом коэффициенте. Вот. Здесь единица была, здесь а. А здесь в предыдущей формуле было b. А здесь а плюс b минус 1 двенадцатая. Но формула-то одна и та же. Значит, а плюс b минус 1 двенадцатая. Это и есть b. Откуда следует, что а равно 1 двенадцатой. Мы решили данную задачу. Мы нашли коэффициент. То есть мы можем теперь записать приближение вот такого вида. Ну тут это приближение с опусканием члена O от единицы на n в квадрате. И на самом деле это очень хорошее приближение. Им хорошо пользоваться для достаточно точных вычислений. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры. 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 Продолжение следует...